Приветствую вас. На самом деле, вам нужно в этой ситуации для начала определиться с целью своей. То есть, просто так отпустить ситуацию вы сможете вряд ли, потому что в определенной степени, да, вы, ну, скажем так, прикипели к человеку в определенной степени. Вот, в определенной степени вы, скажем так, ну, в какой-то степени вы зависимы от человека, в какой-то степени вы нуждаетесь в нём, судя по всему, раз вы боретесь, боретесь, раз есть, ну, такое вот вообще понятие, как борьба. Поэтому, просто так, стоп, меня отпустят. То есть, отпустить стоп, это означает, ну, грубо говоря, для себя чего-то лишиться. Вот. Я бы сказал, что человек не может просто взять и чего-то для себя лишиться, если он при этом себе ничего не даёт. То есть, необходимо себе что-то дать, эм, сперва. Вот. И уже потом, после этого можно совершенно спокойно, эм, чего-либо, эм, ну, чего-либо лишаться. Вот. Эм, пока что, на данный момент, эм, у меня нет такого ощущения, что вы, эм, на самом деле, реально готовы, готовы себе предоставить то, что вы получаете от, допустим, ну, того же молодого человека, да, своего от мужа, я имею ввиду. Вот. Ну, это же любимый человек. Не знаю, что это. Мощь он вам не мощь. Вот. Эм, это первое. Второе. Эм, вытаскивать его, значит, обесценивать мужчину. Вытаскивать его, значит, обесценивать человека. Вытаскивать его, значит, эм, значит, эм, эм, позиционировать его, как очень негативного, позиционировать его, как нет, ну, нет, и настоятельного. Понимаете? Какая штука. Поэтому здесь вы в роли спасителя. Я думаю, что раз мужчина от вас отвернулся, значит, что-то его отношения с вами не устраивало. И в первую очередь вам нужно выяснить, почему эта женщина способна его к себе привлечь, чем. Если вы хотите отношения с мужчиной это хранить, нужно понять, что именно вы ему не додаете. Я рекомендую вам защитить также треугольник Карпмана для того, чтобы лучше понять свою роль в этой всей ситуации и выйти из позиции жертву, в которой вы сейчас находитесь. На мой взгляд, эм, ситуация именно такая. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok